Извращенец. Алкоголик. Женоненавистник. Скандалист. Расклитель. Циник. Сексуальный маньяк. Полиция. Арестуйте меня. Арестуйте меня немедленно. Друзья мои, давайте выйти. В конце 80-х прошлого века в полицейском участке на левом берегу Сены к подобным выходкам экстравагантного француза Сержа Гинсбура жандармы уже привыкли. Стук, крики, требования арестовать, составить протокол, посадить в одиночную камеру и, самое главное, выпить вместе с ним повторялись регулярно по ночам. А утром Сержа на полицейской машине с почестями, а он требовал, чтобы обязательно была мигалка, отвозили домой в его шикарные апартаменты в престижном 7-м округе Парижа. И лишь однажды один из капралов заметил, какой-то странный этот француз. Так надираться и буянить могут только русские. Париж. Левый берег Сены. Улица Вернель, дом 5. Каждый день к этой стене приходят люди – и французы, и иностранцы. Можно сказать, это самая живая стена Парижа. Здесь пишут признания в любви, благодарят за песни и музыку, приносят цветы, пьют виски. Здесь живет Серж Гинсбург. Форево. Теперь форево. Навсегда. А до 2 марта 1991 года Серж действительно жил за этой стеной в своем доме. Уже 18 лет его голос и его песни звучат только в записи. Но французов это почти не смущает. Гинсбург был и продолжает оставаться кумиром миллионов. Самым великим из всех французских шансонье. Гениальным поэтом и провокатором. В 2008 ему было бы 80. Эта история началась в Париже чуть более 80 лет назад. В Париже она и завершилась. Но завершилась ли? Об этом мы узнаем позже. Несколько позже. 25 января 2009 года. Булонь-Биенкур, ближайший пригород Парижа. В доме Нарю Жан-Бури дверь открыла мадам Лилиан Зои. Избежать преждевременной смерти Сержу было невозможно. Потому что таким личностям ничего нельзя советовать. Они попросту не слушают советов. И потом у него было больное сердце, больная печень. И жизнь была неординарная. Буйная. Всмотритесь внимательно в лицо этой женщины. 2 апреля 2008 года она отметила свое 80-летие. Поднимая бокалы за Лилиан, ее родственники не могли не вспомнить и Сержа. Ведь это и его день рождения. Большинство поклонников таланта Гинсбура не подозревают, что, оказывается, у него есть сестра-близнец. Никогда раньше Лилиан не давала интервью. По темпераменту мы были совсем разные. Я была романтической натурой, а он мальчик. Он был совсем другим. Что касается характера, мы были диаметрально противоположны. Брат и сестра Гинсбурги родились в Париже. Родители дали им имена на одну букву – Лилиан и Люсьен. И еще была старшая сестра Жаклин. Трое детей – папа, мама. В принципе, обыкновенная семья. Если бы не мальчик, который рос, рос и вырос. Первое, что он сделал, перестал быть Люсьеном, заявив, что так зовут парикмахеров. Он выбрал себе имя гордое, летящее – Серж. Русское имя, что немаловажно. Фамилию исправил на Гинсбург с ударением на последний слог, как и положено французам. А он намеревался заставить Париж, что там Париж, всю Францию говорить о себе. Это удалось. 21 октября 2008 года. Париж. Авеню Жанжуре. Центр музыки. Открытие выставки Гинсбург 2008. Если бы Серж там из своего нынешнего далека мог видеть, что происходило в Париже осенью 2008-го, он бы остался доволен. Париж буквально сошел с ума. И все идут сюда, к нему, смотреть на него, думать о нем, вспоминать его. Среди толпы посетителей была и немолодая парижанка. Пришла инкогнито, не привлекая внимания к своей персоне, чтобы пообщаться с родным братом. Это старшая сестра, Жаклин. Неимоверная популярность брата заставила ее всю жизнь бороться с журналистами за право жить своей, а не Сержа жизнью. Она категорически не дает интервью, но впервые в жизни Жаклин любезно открыла двери своего дома и общего родительского дома, чтобы показать квартиру, абсолютно засекреченную от прессы и поклонников. 14 декабря 2008 года, Париж, 16 округ, авеню Бужу. В этом доме всегда звучала музыка. Отец Иосиф Гинсбург, профессиональный пианист, начинал утро с Шопена, Баха, Вивальди. Он сам купил этот рояль, и каждый день его дети должны были по часу заниматься музыкой. Мама, Ольга Бесман, пела, у нее был прекрасный голос. На этом рояле разучивал Гаммы и маленький Серж. Наша семья была очень дружной. Я гордилась той любовью, которая соединяла наших родителей, потому что я всегда видела, как они держатся за руки. И когда моя мама не пела, отец всегда спрашивал, что случилось, почему ты не поешь? А еще в родительском доме на самом видном месте Томик Пушкина на русском языке. Не правда ли странные предметы для парижан? Дело в том, что эти вещи и еще вот эту картинку с курицами Иосиф и Ольга привезли в Париж из России, где они родились и выросли. История семьи Гинсбургов во многом типична для русской интеллигенции начала 20-го века. Иосиф из Харькова, Ольга из Феодосии встретились в Крыму в начале Первой мировой. Студент Иосиф снимал комнату у родителей Ольги, а вместо квартплаты давал мадемуазель уроки музыки. Вскоре ветер перемен увлек молодых в Петроград. Суть Октябрьской революции молодожены поняли не сразу. Музыка и балет интересовали их гораздо больше. Но голод и холера погнали обратно в Крым. Потом Батум, Константинополь. Иосиф из пианиста классического превратился в пианиста кабацкого. И вот в 1919-м Ольга и Иосиф по поддельным документам, где было написано, что они турки, родились в Турции, оказались в городе своей мечты – в Париже. Париж, о Париж, для скольких же русских ты стал прибежищем, домом, судьбой. Правдой и неправдой они приезжали, приплывали, прилетали сюда, чтобы остаться здесь forever, навсегда. Чтобы прожить отрезок или остаток жизни на берегах сены, где пахнет платанами и булочками с корицей. Чтобы вписаться в этот высокомерный и надменный город одиноких и ненуждающихся в общении парижан. Чтобы разбить себе лоб, набить шишки или… или… бывают варианты. И почему эти русские так любят Париж? Неужели в мире мало других городов? Порочное чудовище. Истерик. Опустившийся тип. Позор для семьи. Спившийся клоун. Почему мой сын алкоголик? Нет. Наш сын не извращенец. Когда все это началось? Почему? Должны же быть причины. 15 декабря 2008 года. Сан-Клод. Ближайший пригород Парижа. У Жюля Верляна, биографа Сержа Гинсбуро, своя трактовка судьбы Сержа. Момент, когда он начал не любить себя, то есть ненавидеть себя, это когда он был ребенком, и когда он должен был носить желтую звезду. Когда он смотрелся в зеркало, и зеркало отсылало ему его отражение, он видел, что был похож на карикатуры евреев, которые были расклеены в метро. У тебя грязная рожа. С такой грязной рожей нужно находиться в концлагере или в газовой камере. Вот что ему говорили. Семья Сержа скрылась из Парижа по фальшивым документам. Сестер приютил женский монастырь в Лиможе, а мальчугана со звездой спас директор сельской школы. Когда начинались облавы, он вручал Сержу топор, посылал его в лес и велел говорить полицаям, что он сын лесника. В Париже Серж вернулся к занятиям живописью. Он мечтал быть художником, великим художником. Еще перед войной отец привел его в Академию живописи на Монмартре. Педагоги восхищались талантом и прочили блестящее будущее. Этот мольберт Сержа до сих пор хранится в родительском доме у сестры Жаклин. Эту вазу Серж расписал и подарил сестре в день ее замужества. Его манила красота. В изящных линиях и утонченных формах он с юности искал спасения, потому что была у этого парня одна проблема, с которой он никак не мог сжиться. Самое главное унижение было не в том, что мы были евреями. Самое главное унижение для него – это то, что он был некрасив. И его страшная внешность была самой тяжелой ношей для него в молодые годы. Серж с юности ненавидел зеркала. Его внешность – это нечто, существующее отдельно от него. Эти уши, этот нос. Кроме того, ему не нравилось, что он выглядел очень моложаво. У Гинсбура, например, не росла борода до 22-23 лет. Он начал курить сигареты в 13-14, чтобы повзрослеть и чтобы соблазнять девушек. Девушки ему говорили – иди играть в биты, мал еще, подрасти немножко. Он всегда говорил о своем некрасивом лице, называя его рожей. Растлитель. Сексуальный маньяк. Развратник. Женоненавистник. Насильник. Потаскун. Маски. Грань, разделяющая сокровенные и то, что посылается людям в мир. Маску надеть несложно. Носить сложно. Он будет учиться этому всю жизнь. И научиться. Но позже. Гораздо позже. А пока за своим первым сексуальным опытом повзрослевший Серж отправился в самый дешевый бордель на пляс Пегаль. Деньги стащил у мамы. Со страха выбрал самую уродливую. Ему не понравилось. Что касается его приключений с женщинами, то он хранил их в секрете. В этом отношении он был очень стыдлив. Но застенчивым, робким, пытающимся побороть свои комплексы, путь один в Лавелласы. В 20 он уже был известным плейбоем в районе Клиши. Водил своих подружек в крохотный отель Паризиен, где его знал каждый консьерж. Мог ли он тогда вообразить, что наступит время, и самые шикарные женщины Франции будут искать дружбы с ним. И вообще, что в его жизни все еще будет. Но позже. Несколько позже. Циник. Фигляр. Клоун. Истерик. Пьянчушка. Подстрекатель. Максимализм молодости. Перфекционизм характера. Уязвленное самолюбие. Непомерные амбиции. Страшное дело. Жди биты. Наступил день, когда Серж, никому не сказав ни слова, уничтожил все свои картины. Думал, что все. А эту я потихоньку стащила. Он даже не знал, что она у меня. Это его раннее произведение. Наверное, он думал, что оно недостойно его. Позже Серж с вызовом бросит. Я перестал писать картины, когда у меня появились деньги их покупать. Красивая фраза. На деле все было не совсем так. Однажды просто-напросто мой отец сказал, нужно, чтобы ты начал зарабатывать на жизнь. И добавил, ладно, я возьму тебя к себе. Теперь в ночные клубы на пляс Пегаляне с отцом ходили вдвоем. Работать. Серж стал пианистом в баре. Но вот что интересно. Одной музыки ему почему-то показалось мало. Он же хотел сообщить миру нечто важное. Так появились слова. Его, Сержа, слова. Нескладные, непричесанные, рисковатые, но очень правдивые. Серж всегда был в высшей степени застенчивым парнем. И эта робость его подтолкнула к созданию особого имиджа и к надеванию масок. Когда он решил посвятить себя написанию песен, он надел маску певца. Потому что он был слишком застенчив, чтобы быть певцом. В первые годы он успеха не имел. Его песни становятся популярны, когда их поет кто-то другой. 17 января 2009 года. Париж. Район площади Звезды. Одна из самых ярких блондинок французского кинематографа, актриса и певица Мирей Дарк среди тех, кому посчастливилось исполнять песни Генсбурра. Это было в 1967 году. Серж Генсбурр только что записал с Бриджит Бардо песню. Как-то при встрече она мне сказала, мне бы хотелось, чтобы он попробовал с тобой. И мы стали работать над песнями. Я помню, одна из них называлась «Вертолет». Подвешенный над тобой, вертолете, вертолете. Он писал тексты таким образом, что всегда думал об актрисах, которых он встретил, о личных моментах их встреч. И это, несомненно, отражалось в песнях. Еще бы ему не помнить об актрисах и личных моментах. Он писал песни для тех, кого любил. Катрин Денев, Изабеля Джани, Ванесса Параги. И с каждой свое мгновение счастья. Но все это будет позже. Несколько позже. Роман с Бебе, то есть с Брижит Бардо, был страстным и взаимным. Однажды Бардо сказала, «Напиши для меня самую прекрасную песню, какую сможешь выдумать». Влюбленный Серж написал за одну ночь сразу две песни. «Бонни и Клайд» и «Жетема». «Я тебя люблю, я тебя тоже нет». Но когда Бардо записала «Жетема» и прослушала ее, вдруг испугалась. Слишком откровенно прозвучало то, что между ними было. И с помощью своих адвокатов наложила запрет на всю пластинку. Бардо сбежала, уехала на съемки какого-то фильма в Испанию. Он остался один. Был ли ее отъезд для него пощечиной? Была ли задета его гордость? А как вы думаете? Не спетая песня, не прожитая жизнь. 2 апреля 1968 года ему исполняется 40. Опасный для мужчины возраст. Что-нибудь обязательно случится. Циник, грубиян, бузатер, пьянчушка. Аморальный тип. Спустя всего месяц после 40-летия действительно что-то случилось. Масочный разгул привычной жизни вдруг зашатался под взглядом улыбчивой, но нескладной 20-летней англичанки. Замаячила подлинность. Разумеется, он поймет это позже. Несколько позже. Появилась Джейн. Джейн – это женщина его жизни. У брата были и другие женщины, но она – самая большая любовь Сержи. С женщинами он был очень деликатен. И любовь для него имела не только физическое проявление. Он говорил, что плотская любовь обречена. Познакомились они на съемках фильма «Слоган». Молодая актриса Джейн Биркин практически не говорила по-французски. И Серж, словно хулиган-малолетка, доводил ее до слез своими усмешками. В ресторане пригласил на танец. И так отдавил ногу, что Джейн сразу поняла, танцует он впервые. А потом всю ночь мотал ее по барам. И когда, наконец, довез до отеля, был уже мертвецкий пьян. И заснул мгновенно. Пережив все это, юная леди сделала не по годам правильные выводы. А именно, с этим мужчиной она готова просыпаться каждое утро, создать с ним семью и рожать от него детей. Эта пара для всех нас олицетворяла свободу. Серж и Джейн не были женаты официально. А в то время, особенно в первой половине 70-х, мы все находились под тягостным влиянием Шарля де Голля и его премьер-министра Жоржа Помпидул. В эти годы во Франции было очень мало свободы. Если у вас были длинные волосы или оранжевая майка, вас арестовывали на улице. А они были другими. Ой, какая свобода! Чудесно! Я думаю, что самые счастливые годы Сержа эти годы. Париж. О, Париж! Сколько же миллионов влюбленных стирали твою брусчатку? Сколько же мужчин и женщин верили, что их чувство форевер навсегда? Сколько же их было? А сколько еще будет? И почему эти влюбленные так любят Париж? Неужели в мире мало других городов? Париж. Ты не можешь не помнить и эту пару. Он с трехдневной щетиной и сигаретой жетан. Она, разумеется, в мини, разумеется, на голову выше его. Их время – ночь. Их Париж – Париж легкого головокружения от табака и виски. И они тоже произносят эти банальности. «Жетема, я тебя люблю». Но мужчина добавляет, «Я тебя тоже нет». Почему нет? Да потому что он слишком застенчив, чтобы сказать «да». С этим же тема в жизни Сержа случился конфуз. Писал песню одной даме, а оказалось другой. То, что испугалась испеть и прожить блондинка Брижит, не испугалась шатенка Джейн. Она записала песню «Я тебя люблю, я тебя тоже нет» вместе с Сержем. Диск поступил в продажу. И разразился дикий скандал. Песню признали порнографической. Из-за этих стонов песенка была запрещена для трансляции на BBC проклятого Ватикана. Разумеется, она тут же возглавила все хит-парады. Серж и Джейн проснулись теперь уже не только вместе, но и вместе знаменитыми. Однако, кроме папы Римского, был еще один человек, не слишком довольный чудачествами и выкрутасами Сержа. Его родной папа Иосиф Гинсбург. Мой брат думал, что отец не любил его так, как любила его мама. И лишь когда отец умер, Серж обнаружил, что отец коллекционировал все вырезки из газет, посвященные ему. Брат был очень расстроен, что узнал это слишком поздно. Представьте себе, Серж, этот фигляр, отщепенец и бузатер, даже в зрелые годы был невероятно привязан к своей семье. Каждое воскресенье они с Джейн приходили проведать маму. Мама готовила для сына его любимые русские блюда. Борщ, пироги и вареники с вишней. Мама и сестры обожали Сержа и восхищались Джейн. Я нахожу его песни великолепными, особенно те, которые он написал для Джейн, потому что эти песни он создал своим нутром. Моя самая любимая песня, конечно же, «Мелоди Нельсон». Вальс Мелоди Нельсон вошел в десятку самых красивых песен 20 века. А на обложке красовалась беременная Джейн, прижимавшая к обнаженной груди плюшевую обезьянку. В 1971-м у Сержа появилась еще одна женщина, которую он не просто любил, боготворил, дочь Шарлотта. Я обожаю песни Сержа, которые он написал в состоянии влюбленности. И все они посвящены Джейн. Или дочери, потому что он был безумным отцом, влюбленным в свою дочь. В его текстах песен всегда есть глупина. Вещи, описанные в его песнях, идут дальше слов. Песни принесли и известность, и деньги. Серж купил дом на улице Верней в престижном седьмом округе Парижа. Купил Роллс-Ройс. Правда, водить он не любил и использовал авто как пепельницу. Запирался в нем, курил свой жетан и сочинял. Ему захотелось жить как князь. Он ходил в Распутин, парижское кабаре, где цыганские музыканты исполняли традиционные русские и цыганские мотивы. Он вставлял им купюры в скрипки, в гитары. Он давал купюры в сто, двести франков барменам, которые готовили ему коктейли. Он был чрезвычайно щедрым человеком. Вообще-то, щедрость не самая типичная национальная черта французов. Но ведь Серж и не был французом. И это его потребность жить на широкую ногу. Как же она знакома, как понятно русским. 20 декабря 2008 года, Париж. Район площади звезды отеля Рафаэль. Менеджер отеля Лоран прекрасно помнит, что у Сержа Гинсбура была эстетская барская привычка отпуская на лето прислугу перебираться в один из самых престижных отелей Парижа. В этом здании напротив, на последнем этаже, начался пожар. Лично я в это время был внизу, а Гинсбур в своем номере. Пожарные вытащили большую лестницу и эвакуировали жителей. И это зрелище с участием пожарных. Должно быть, ему понравилось. Он вышел из гостиницы, пересек улицу и сказал пожарным, «После того, как вы все сделаете, приходите ко мне, выпьем по стаканчику». И действительно, когда пожарные закончили свою работу, как были в касках, в сапогах, пришли в бар, их было около 50 человек. Гинсбур сказал бармену, «Подготовьте шампанское кристалл для этих господ». А это самое дорогое шампанское во Франции. И не только здесь, везде. В этом был весь Гинсбур. В 1973-м Серж перенес первый инфаркт. Курение, одна сигарета, другой, алкоголь, литры черного кофе, жизненный износ, невероятная работоспособность, когда за ночь он мог написать несколько песен. В этом тоже был весь Гинсбур. Когда его выносили из дома на носилках, Серж потребовал заменить казенное больничное одеяло на личный кашемировый плед. И в этом тоже был весь Гинсбур. Эстет и частюля. Его небритость всегда была ровной, его рубашка всегда была хорошо выглаженной. У него были, наверное, 5-10 одинаковых рубашек. Он был невероятно элегантен, с шиком. С Джейн случилось еще одно чудо. Серж почти что полюбил себя. По крайней мере, он полюбил фотографов и перестал ненавидеть свою внешность. Рядом с Джейн он становится даже красивым. Я нахожу, что он становится красивым. У него появляется породистость, стильность. Он обладал всем, чтобы нравиться. Обладал всем. Но почему же время, черт подери, не может остановиться? Он имел все, что только можно пожелать. Слава, известность, творческий азарт, деньги, любимая женщина. Он должен, просто обязан быть счастлив. Но что такое счастье? И разве русский может быть счастлив? Счастье у него было здесь, перед ним. Он не понимал, что это было счастье. Есть одна старая поговорка, которая гласит, есть люди, которые ищут дорогу, которая ведет к счастью, и которые не понимают, что счастье – это сама дорога. Алкоголик, фигляр, истерик, хам! Подрастала Шарлотта, подрастала Кэт, дочь Джейн от первого брака. Девчонки все чаще видели, что дома творится что-то не то. Скандалист, грубиян, драчун! Был в этой жизни привкус агонии. Так не могло продолжаться долго. У него было нечто в характере, что пожирало его изнутри и приводило к самоуничтожению. Мы не такие алкоголики, как он. Мы не курим 3-4 пачки жетан в день. Агенсбург не любил себя. Он делал очень много глупостей. Слишком часто он возвращался пьяным. Он надавал Джейн пощечин, и это был конец. Спустя 12 лет после роковой встречи Джейн забрала девочек и переехала в отель. Серж остался один. В нашей семье мы всегда обожали Джейн и Шарлотту. И с тех пор ничего не изменилось. Даже моя мама, которая не была воплощением снисходительности, она не бросила ни одного камня в Джейн после разрыва. Она говорила Сержу, что у нее были причины, чтобы уйти. Но его ошибка в том, что он не смог ее удержать. О том, что Джейн забрала с собой большую часть жизни, но не всю жизнь, он поймет позже. Несколько позже. 3 февраля 2009 года, Париж, 13 округ. В доме, что находится в 10 минутах на такси от улицы Верней, живет женщина, которая по странному стечению обстоятельств не включена в первый круг приближенных к Гинсбургу. И это странно даже для нее самой, поскольку она последняя жена Сержа, Бамбу. Ему было чудовищно плохо, когда Джейн ушла. Он не думал, что это может когда-нибудь произойти. Ему потребовалось много времени, прежде чем он пришел в себя после их разрыва. А я его любила. Я его любила до такой степени, что я была готова для него луну с неба достать, ничего не просяк за него. Это был первый человек, который мне дал теплую любовь. Я никогда не задавала вопроса, любил ли он меня так, как я его любила. Для меня это было совсем неважно. Моей любви было достаточно для двоих, для десятерых. Он был старше меня на 31 год. Я приняла его со всем его прошлым. Так на Рюверней появилась новая женщина. Правда, Серж не был готов пустить Бамбу в комнату Джейн. Он купил Бамбу отдельный дом, позволив ей лишь изредка навещать его. Его дом на Рюверней был похож на маленький музей. Там все черное, потолок черный, пол каменный. Каждая вещь должна была быть на своем месте. Когда Серж заходил в дом, он сразу же замечал, если вещь была сдвинута на один миллиметр, и сразу же ставил эту вещь на свое место. У него была потребность в том, чтобы все, что его окружало, находилось в образцовом порядке. Там был скелет, бюст Джейн. Огромная фотография Бардо с обнаженным бюстом. Она его прикрывает вот таким образом. Странный все же он был парень, так говорили многие. В те годы Серж придумал себе куклу Генс Бар, которая абсолютно развязала ему руки. Он себе сотворил еще одного персонажа, который пил, который был большим провокатором, и каждый раз, когда его приглашали на телевидение, он играл роль Генс Бара. Генс Бар. Это еще одна маска, которую миллионы были готовы принять за чистую монету, но только не близкие. У меня сложилось впечатление, что алкоголь был для него неким мотором, движущей силой. Он был очень робким. Он даже боялся принимать участие в телевизионных передачах. Он очень робел перед выходом на сцену. У него был имидж некоего провокатора. Но он был провокатором прежде всего по отношению к самому себе. Переложил святую для французов Марсельезу на ритм-регги. Чудовищный скандал. В прямом эфире французского телешоу заявил молоденькая Уитни Хьюстон «I want to fuck her», «я хочу ее трахнуть». В другой раз он сжег 500-франковую купюру в прямом эфире. Зачем он все это делал? Да потому, что лирика завершилась, осталась игра. Да потому, что если он напишет еще 5 или еще 205 песен, ничего уже не изменится. Да потому, что жизнь все равно кончена. Что же выпендриваться? Или что же не повыпендриваться? Так даже лучше. В нем присутствовало нечто суицидальное, но это было в его сознании, даже в подсознании. Он выплескивал наружу какую-то странную депрессивную муть, свою маяту, то, что так часто и беспричинно сжигает русских. Умерла мама, умерла любимая собака, устроила свою личную жизнь Джейн. У него осталась обожаемая дочь, Шарлотта, которая боготворила своего непутевого отца. и Серж снимает свой лучший фильм Шарлотта Форева навсегда. И если искусство существует, чтобы выражать чью-то боль, то свою боль Серж пристроил. Скандал случился еще до появления финальных титров. Сержа обвинили в пропаганде инцеста, а он всего лишь хотел объясниться своему тинейджеру своей бесконечной любви. И еще у него была бамбу, которая тихо и неназойливо шла рядом. А однажды Серж сказал мне, что нужно сделать маленького Лулу. В 1986-м у Сержа родился сын Лулу, то есть Люсьен, Люсьен Генсбурн. Он мне говорил, самое большее, о чем я сожалею в своей жизни, это то, что моя мама, бабушка Лулу, никогда его не увидела. Потому что Лулу это тот же самый Серж, только маленький. Смерть мамы и рождение сына отделяли всего несколько месяцев. Как же так вышло, что они разошлись в пути? Я вас прошу быть снисходительными. Эта песня особенная, ностальгическая для нашей семьи. Ее пела моя мама. Много лет назад я попросила отца написать мне слова по-русски. Я всю жизнь пела ее, когда дома никого не было. Вы первые слушатели. И что эти русские так любят грустные и щемящие песни? Откуда же в сердце столько тоски и печали? Лулу такой же чувствительный, как и отец. У него русская сентиментальность и открытость сознания. Серж говорил Лулу, ты как мама на половину китаец, но у тебя русская душа, как и папа. Гензбург всегда оставался русским. Он говорил, я горжусь тем, что я русский. И добавлял, я русский и еврей, но прежде всего я русский. Его характер был очень славянским. Мы во Франции, о России мало что знаем. У нас есть представление, что славянский характер – это романтизм, что-то вроде меланхолии, рефлексии, и может быть то, что Гензбург называл, я не очень пригоден для счастья. Его удивляло, что простые люди любили его песни. Во время концертов люди зажигали зажигалки, и он плакал от этого. Он мне говорил, ты можешь себе представить, они светились зажигалками в мою честь. В нем присутствовала эта наивность, эта чистота, как у ребенка. Он сохранил эти качества до самого конца. 2 марта 1991 года Париж был вынужден смириться с отчаянным фактом. Один из его жителей никогда больше не пройдет по его улицам, не зайдет в бар, не засмеется и не заплачет. Это произошло накануне моего дня рождения. Я должна была привезти ему Луло в 14 часов. Я начала ему звонить, начиная с 14. Он мне отвечал. У меня не было ключей, и я позвонила пожарным и сказала разбить окно его спальни. Я понимала, если он жив, то будет очень этим недоволен. Но для меня это было неважно. Пожарные проникли в дом и долго не появлялись. Я все поняла. Потом я стала думать, как мне рассказать об этом Луло. Ему было 5 лет, но он сам стал меня успокаивать. Он мне сказал, послушай, и начал играть на пианино, и играл все утро. Он пережил это известие на свою манеру. На похороны пришли сотни простых людей. Парижские полицейские и таксисты хоронили друга. А президент Франции Франсуа Миттеран сравнил его талант с Бодлером и Аполлинером. На кладбище Монпарнас его могила самая живая, если так можно сказать, о могилах. Прошло 18 лет. Шарлотта стала актрисой. Мальчику Лулу, Люсьену Генсбуру, уже 23. Он серьезно занимается музыкой. Играет музыку отца. Вот только одну мелодию, которую наигрывал отец Лулу, вспомнить не может. Помнит лишь, что отец называл музыку русским вальсом. Я не способна сейчас воспроизвести его мелодию. Я даже не в состоянии сказать Лулу, кто написал этот вальс. Если бы вы знали, это было бы здорово. Я бы сказала Лулу, и он нашел бы партитуру. Он ищет ее повсюду. А дальше произошло то, во что трудно поверить. С нами связался биограф Сержа Генсбура Жюль Верлен и сообщил об уникальной находке. Это исключительный документ, который мне только что дало радио Европа. Послушайте, Серж рассказывает, что он будет петь на русском языке, а он никогда не пел на русском. Это старый вальс, который когда-то пела его мама. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Под этот вальс ГРУСТИЛИМ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГРУСТИЛИМ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ЭТУ ПЕСНЁ ПО-РУССКИЙ. Русский француз Серж Генсбур остался в Париже форево, навсегда. Он даже не знал русского языка, но когда ему было плохо, он плакал настоящими своими слезами. Русская черта. Именно он стал национальным героем Франции. Почему? Да потому что, глядя на него, французы понимали, какие они на самом деле. Они могут быть уродливыми, низкими, духовными, развратными, любящими, сентиментальными, разрушительными. Они полюбили за подлинность. Ведь еще никто и никого не любил за достоинство. Он был очень человечным. Если бы не его тоска, то он мог бы быть счастливым человеком. Это был необыкновенный человек. Как жаль, что вы его не знали. Не знали? Мы в этом не уверены. Там, из своего нынешнего далека, он смотрит на нас и говорит, черт подери, мне уже 80. Нет, хуже, 81. Говорит, конечно же, по-французски, но с русской страстностью и безоглядностью в голосе. Мы его слышим. Субтитры создавал DimaTorzok